Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, мужчины встречаем за три года. Никогда не ездили отдыхать. Я просил, а он не хотел. Почему не хотел там мужчину отдыхать? Ну, он что, видит в этом что-то, ну, я не знаю, что-то плохое, может быть, или что-то скверное для себя. Или что. В чем проблема поехать на отдых? Этот момент вы, правильно вам сказала моя коллега, что этот момент вы абсолютно никак не поясняете. То есть, да, есть как бы мужчина, да, есть мужчина, который не хочет ехать на отдых. Вот. Именно, как я понял, значит, ну, именно с вами. Или не хочет ехать на отдых он вообще. То есть, понимаете, какая ситуация вообще. Непонятно, что происходит. Ну, мужчина же, наверное, вам как-то объяснял свою позицию, ну, хочется верить, что он вам ее как-то объяснял. Что вот, дорогая, я, например, не хочу ехать, там, по, не знаю, по какой-то, ну, по какой-то или по другой причине. Да? Вот. То есть, ну, наверное, мужчина же вам как-то все-таки свою позицию уже обозначал. Вот. Мне кажется, что это справедливо будет. Вот. А по вашему тексту получается так, что он вообще вам просто вот отрезал, да, и все. То есть, сказал, все, я не поеду. Почему не поеду, да, как бы, что мешает ему вот с вами поехать туда. Какие у него блоки стоят на это, на то, чтобы с вами поехать, понимаете, ну, как бы вопрос. И вопрос на самом деле довольно серьезный. Понимаете? То есть, может быть, у него там, ну, проблемы какие, да, может быть, у него там, ну, не знаю, там, трудности какие-то возникли с этим отдыхом, вот. Вот. Может быть, денег нет на отдых, может быть, мужчина стесняется и так далее. А вот. Почему я опять же вам все это говорю, да, почему? Дело в том, что вы написали такую, на мой взгляд, важную вещь, как то. Как то. Вы написали важную вещь, как то, что мужчина обижается на вас. Вот именно он на вас обижается. У него есть обиды. И обиды эти, они, как правило, да, свидетельствуют о том, что у человека есть некий бонус. Ну, некие такие бонусы, которые он накапливает, да, которые он накапливает и которые, соответственно, тянут его там, ну, например, там вниз, например, да, тянут его там в пучину. Там обид, пучину, вот, чего-то такого. Понимаете, да? О чем идет речь. Вот. И, соответственно, соответственно, что-то мешает ему. Что-то мешает ему, значит, ну, с вами, да, вот, как-то вот поехать на отдых. И здесь, опять же, не очень, не очень ясно, что вы сами сделали для того, чтобы мужчина захотел с вами ехать на отдых. То есть, просто просили, ну, просто просить, это такой, знаете, не самый лучший вариант именно просто просить. Тут нужно все-таки, ну, желательно все-таки постараться мужчину-то именно понять, чего он хочет. Тут важно именно понять, что мужчина, что мужчину останавливает от того, чтобы прям с вами поехать на отдых. Понимаете? В чем дело? А у вас этого, как-то вот, ну, не наблюдается на такой вот позиции. К сожалению. Вот. Дальше, значит, вы пишете, сейчас у меня критическая точка ужасно устала, хочу на отдых. Так, ну, значит, хорошо. Понятно, что вы устали. Понятно, что вы хотите, значит, ну, отдохнуть, да? Вопрос заключается немножечко в другом. Если вы хотите отдохнуть, то почему для этого вам нужен именно, ну, как бы, вот отдых куда-то? То есть, вам для этого нужен именно, вам для этого нужно куда-то уехать. Как бы, вопрос вот такой, на мой взгляд, ну, актуален для вас. Понимаете, в чем дело? Ого. Почему именно отдохнуть вам нужно именно куда-то съездить? Да? Понимаете, о чем мне прежде? Дальше идем. Значит, мужчина ехать отказался. Хочет вместо этого ехать навещать своих родителей в другой город. То есть, именно вместо отдыха он хочет в другой город ехать к родителям или что? Или как? Так. Знаете, вот тут тоже не очень известна ситуация вообще. Ну, вообще, как договора, ситуация не очень известна. Ну, понимаете? Ну, понимаете? В чем дело. Вот. То есть, чего он, мужчина-то хочет сам? Всего? Что? Ему-то нужно вообще... Что? Мужчине самому. По себе. Понимаете? Понимаете? Какая штука. Ох. Так что, я думаю, с этим моментом тоже нужно разобраться. Вот. Опять же, как его родители, да, то есть, ну, если, например, значит, ну, если его родители нуждаются в нем, действительно нуждаются в нем, да, то, соответственно, как, как тогда вы изначально организовывали свое времяпровождение, как вы тогда изначально организовывали свой досуг и так далее. Да? То есть, это вот тоже как-то все, ну, не очень понятно, понимаете, в чем дело. Вот. Далее вы пишете про конфликт, значит, с его мамой. То есть, вот, есть конфликт, конфликт с его мамой. У вас, ну, у вас. Тоже, как бы, не очень понятно, да, из-за чего конфликт с его мамой. Как произошел этот конфликт, на какой там почве и так далее. Знаете, вы же этого всего не пишете. Вы же этого всего не объясняете. Вы же не доносите на нас, что произошло. Например, ну, например, вот, допустим, с вами и вашей свекровью, да. Вот. Ну, из-за чего поругались. Хотели бы помириться или нет. И так далее. Вообще, очень похоже, что мужчина, он просто вам, знаете как, ну, в своем роде противостоит. То есть, просто противостоит вам. То есть, не хочет, чтобы было так, как хотите вы. А хочет, чтобы было так, как нужно ему. Ну, в этой вот именно ситуации, какой вот вы, ну, вот, какой вы описываете. И, опять же, здесь многое зависит от того, ну, как вы сами, насколько вы сами готовы идти на какой-нибудь компромисс, да. Допустим. И так далее. Вот. А дальше. Идем дальше. Что дальше? Значит, мужчина обидется, когда вы сказали, что поедете отдыхать со своей подругой. и говорит о том, что, значит, теперь он понял, да, как вы к нему относитесь, что вы, ну, там, что вы о нем думаете, да, и так далее. Вот. Здесь, конечно, ну, тоже такой довольно интересный момент, да, почему человек, вообще-то говоря, обижается, да, вот. Как бы, ну, зачем он обижается, для чего он обижается, почему он обижается, откуда у него эта обида взялась. Явно не из, ну, явно не из этой ситуации, которая у вас произошла, явно не из этой ситуации. Тут, скорее, может быть, что-то другое было, понимаете. То есть, здесь, может быть, какой-то, ну, негатив изначальный был у мужчин к вам, понимаете, или к ситуации в целом и так далее. Вот. Значит, здесь нужно как-то вот немножечко глубже смотреть на то, что происходит. Вот. Ага. Далее. Начали. Так. Как подтолкнуть человека к совместному отдыху мягко? Печативы. Ну, понимаете, в чем дело, мягкость, обталкивание человека здесь, на мой взгляд, связана с тем вообще, насколько вы с ним, ну, насколько вы с ним хорошо взаимодействуете, насколько вы хорошо ладите друг с другом, понимаете, в чем дело. Вот. Потому что, ну, вот, то, что вы сказали, то, что вы здесь написали, да, это говорит о том, ну, скорее говорит о том, что между вами есть определенный уровень, ну, недоверия. Понимаете? 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 Какая штука. Вот. И недоверия между вами это очень-очень-очень серьезно. Вот. Это очень серьезно. И было бы здорово, было бы здорово, очень здорово было бы, если, если бы вы сами, ну, вот, самостоятельно подумали, как это доверие можно было бы, там, ну, восполнить, как это доверие можно было бы возродить. Вот. Потому что, чтобы мужчина, чтобы мужчину, точнее, мягко подтолкнуть, как вы говорите, да, чтобы нужно, чтобы он захотел. Нужно, чтобы у него было желание. А желания у него, естественно, нет. Пока вы с ним находитесь, ну, вот, в такой, своего рода, ну, конфрондации, да. Вот. И здесь, конечно, нужно учитывать эти вещи. Учитывать эти вещи и как-то лучше, исходя из этого двигаться. То есть, что мужчине, например, нравится, что мужчина, например, устраивает, что мужчину задевает, что его привлекает. И вот уже исходя именно из этих моментов, вы бы и как-то пытались, ну, подобрать ключик к нему. Вот. И уже исходя, опять же, из этого, да, вы бы могли как-то намекнуть ему на совместный отдых. Ну, например, например, на совместный отдых. Вот. Потому что пока, пока что получается так, что вы на разных языках с мужчиной говорите. И если вам это не нравится, если вы этого не хотите, то, соответственно, надо это менять. И дело здесь не в отдыхе. Отдых – это всего лишь следствие. Отдых – это всего лишь как бы одно из проявлений, да, одно из проявлений ваших отношений. В действительности проблема, она немножечко в другом. Проблема в том, что вы изначально, изначально сами, вы, вы друг друга не слышите вообще. Вы говорите как бы на разных языках. Ну, как будто бы на разных языках говорите. То есть вы хотите одного, мужчина хочет другого, и, в общем, все как бы, все счастливы, все здорово, все замечательно. Вот. Ну, это же неправильно. Такая позиция, она не верна. Верная? Вы же сами, наверное, понимаете, что не должно быть так, что все-таки люди там не слышат друг друга. Вот. А это означает, что вам нужно понять, что мужчине нужно, что ему дорого. Вот. Что для него важно. Подараться вникнуть в его проблемы, подараться показать ему, что вы, там, ну, например, им, допустим, ну, дрожите. Ну, например, например. Что вы, там, чувствуете, что он вам важен, что он вам, там, дорог. Вот. Покажите мужчине, что его мнение для вас очень ценно. Вот. Постарайтесь прийти к какому-то компромиссу. Понимаете, в чем дело? Вот. Конфликт с мамой нужно постараться разрешить. Потому что, ну, иначе просто получается, что вы мужчину обталкиваете именно тем, что конфликтуете с его мамой. Да? Вот. Вот. Или как сказать, что если ты не едешь со мной, то Юрий с подругой это не обсуждается. Ну, понимаете, какой момент. Сказать вы, в принципе, можете что угодно. Вопрос в другом. Вопрос на самом деле в том, как мужчина на всю эту ситуацию будет реагировать. Понимаете? Если вам он дорог, именно как вот человек, то очевидно, что вы, ну, очевидно совершенно, что вы не будете, как бы, ну, конфликтовать с ним. Да? Вы не будете с ним идти на какой-то такой открытый конфликт. Потому что, ну, в этом нет ничего хорошего совершенно для вас. Понимаете, какая штука? Вот. То есть если он вам дорог, то правильно я буду пытаться договориться, а не шантазировать. Вот. Если вам хочется, чтобы человек, ну, как-то соответствует тому, чего хотите вы, например, его необходимо замотивировать. Вот. И вот уже, уже, уже вопрос о том, да, как человек, как человека мотивировать. Вот. 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 Ну, серьезный. Вот. Вот. Потому что для мотивации нужно, чтобы, для мотивации нужно, чтобы вы считались желаниями мужчины. Вот. Я надеюсь, что вы немножко подкорректируете свое и наше желание отдыха, которое, безусловно, важно. Вот. 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 Ну, потому что, понятно, что отдыхать нужно. Вы подкорректируете и свое отношение к мужчине, потому что это тоже очень важно. И соответственно, соответственно, ага, вот после этого что-то там уже будет. Что-то уже будет. То есть, конечно, нельзя говорить о том, что конкретно будет, потому что отношения ваши довольно, ну, как вот вам сказал моя коллега, да, отношения между вами довольно очень поверхностно раскрыты. Вот. Хотелось бы все-таки как-то вот более, ну, как-то более подробно обо всем узнать, что происходит с вами. Вот. И хотелось бы все-таки немного, ну, лучше понимать, какого рода у вас проблемы, да, и с чем они связаны. Вот. Потому что, ну, пока, пока абсолютно и совершенно нельзя говорить о том, как вам помочь. Опять же, просто, просто-напросто по той причине, да, что о вас ничего не известно. И о ваших взаимоотношениях с, ну, с мужчиной тоже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.